Андрей Николаевич, поздравляю вас со вступлением в должность для госавтоинспекции. Вы человек не новый. И все-таки, какие задачи сегодня ставите перед собой лично и перед своей командой? Большое спасибо за поздравление. Ну, в первую очередь, хотелось бы тут отметить, что передо мной стоит одна задача. Это в целом задача стоит не только передо мной, а в целом и перед всей госавтоинспекцией. Это профилактика совершения дорожно-транспортных происшествий. А именно сокращение количества дорожных происшествий, погибших и раненых в них людей. Это основное и главное. Речь все-таки больше о профилактике или, может быть, об ужесточении наказания или еще каких-то механизмах? Про ужесточение наказания мы здесь речь не ведем. И зачастую ужесточение не влияет на уровень безопасности на дороге. Здесь, конечно же, общее понимание участников дорожного движения. А для этого работает профилактика. Кстати говоря, вы достаточно много работали в качестве заместителя начальника ГАИ. И занимались той самой профилактикой, курировали это направление. Вот как раз о ней хотел спросить. Статистика по-прежнему, к сожалению, переполнена травматизмом пешеходов. Это связано с нашей невнимательностью всеобщей или еще чем-то? Пешеходный травматизм, стоит отметить, что является одной из основной причин совершения дорожно-транспортных происшествий. Но стоит отметить, что ежегодно количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием пешеходов, сокращается. Это не только плодотворная работа сотрудников органов внутренних дел. Это и общее понимание проблемы всеми гражданами. Для этого и работает профилактика. Работает с людьми, как на линии, то есть на дороге, так и в трудовых коллективах, в организациях, предприятиях и так далее. Может быть проблема элементарно в споре, к которому десятилетия, может быть и века, кто главный на дороге, водитель или пешеход? В этом проблема тоже есть. К сожалению, на дороге мы зачастую констатируем те факты, что нет взаимопонимания пешехода и водителя. Зачастую эти проблемы, конечно же, мы видим на пешеходных переходах. Зачастую пешеходный переход переходит гражданин, не обращает внимания на проходящий транспорт. Ну и водители, приближаясь к пешеходному переходу, не вполне оценивают дорожно-транспортную обстановку. Как можно стимулировать то самое взаимоуважение? Это все-таки яркие показательные примеры в тему, которых должно быть больше? Насколько действенны они? Или это должно как-то появиться со временем у каждого? Ну, конечно, это общая наша работа. Средства массовой информации, того же сотрудника, который общается с гражданами. Общим пониманием мы придем к каким-то общим целям. И еще об актуальном. С 1 декабря госавтоинспекция начала штрафовать за отсутствие зимней резины на автомобилях. Как считаете, насколько этот рычаг помогает влиять на ситуацию? Я бы еще раз хотел отметить, что дело не в административной ответственности. Действительно, сами водители начинают задумываться о качестве автомобильных покрышек. Действительно, большая разница существует в летней резине и, соответственно, в зимней. Учитывая свою специфику, я зачастую выезжаю на дорожно-транспортные происшествия и действительно констатирую тот факт, что на летней резине зимой водители просто-напросто теряют полностью управление и контроль над автомобилем. Да, это дополнительные финансовые траты для отдельно взятой семьи, но это дополнительная безопасность? Это гарантия. Конечно, это гарантия безопасности не только своей, но и других участников дорожного движения. Андрей Николаевич, подводя итог нашего разговора, что все-таки видите главным аргументом, самым действенным фактором, который мог бы повлиять на ум каждого, кто нас смотрит, и вообще каждого пешехода и водителя? Действовать по правилам? Безусловно, не нужно быть безучастным. Нужно понимать, что это наш город, это наша земля, это наш дом. Поэтому, конечно же, каждому из нас не стоит проходить мимо нетрезвого пешехода, не стоит проходить мимо водителя, который с признаками алкогольного пьянения пытается сесть за руль. Конечно же, необходимо сообщать об этом, завонить в милицию, соответственно, для немедленного реагирования. Возможно, своими действиями любой из граждан, при таких обстоятельствах, спасет жизнь. И, конечно, самоконтроль, куда без этого, себе не позволять лишнего. Абсолютно верно. Андрей Николаевич, благодарю за это интервью, успехов в работе и до встречи в эфире. Спасибо.